День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите этот канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы немножко поиграем, поговорим о игрушке World of Warcraft, но в общем-то самое-самое важное, что я хочу вам сказать и что хочу вас спросить, это то, что я конечно же хочу записывать эддон новый, который появится в ноябре, а то есть World of Draenor, или как-то по-другому называется, но что-то Draenor. Так или иначе, я ищу людей, с которыми я это буду делать, а то есть те люди, с которыми я буду записывать, поэтому я уже сейчас их хочу найти, с ними побегать, посмотреть, поискать, может быть, сходить в старые рейды, может быть, побегать по этим папагам, может быть, даже побегать по рейдам Пандарии, хотя я их не знаю, поэтому... Можно было бы попробовать, времени еще много. Важно это, конечно же, сыграться. Так, сколько там? Среднее время ожидания 3 минуты. Ну ничего, я все равно отправляюсь в Аргримар, так что полетаем немножко. Так, я музыку приподниму, чтобы была хоть какая-то музыка. Что еще, что еще? Пожалуйста, пишите мне, я в описании, конечно же, напишу, и в личку мне на ютубе можете писать, и пишите мне на let's play по-русски собакой gmail.com или hotmail.com, это вы можете сами выбирать, я и там, и там смотрю, проверяю. Отнеситесь к этому серьезно, потому что я очень-очень сомневаюсь, что вы будете на моем сервере, а то есть это сервер Goldrin, поэтому мне нужно будет перейти к вам. Притом я понимаю, опять же, то есть есть много людей, которым хочется просто, может быть, со мной поиграть. Я вам говорю сразу же, мне нужны не вы одни, а лично мне нужна нормальная гильдия, в которой мне можно будет записывать, потому что это как минимум 2-3 человека на паг или 7-8 человек на рейд. Это уже не говоря о том, чтобы полный рейд собрать. Это мне не очень важно, мне очень важно просто нормальный коллектив собрать, в котором можно будет стабильно ходить, стабильно записывать. Поэтому, пожалуйста, подумайте, поспрашивайте у своих, если вы знаете кого-то, если вы сами бегаете, если вы сами этими занимаетесь. Что это за задание? Хорошо. Давайте сдадим сразу же. Окей, 9 монет. Я не откажусь. Опаньки, подземельница, отлично. Потому что сначала обговорите у себя, потом обратитесь ко мне, мы поговорим, и потом я к вам перейду. Если мы договоримся, я к вам перейду, потому что, конечно же, переход сервер на сервер стоит денюжку, и эту денюжку много раз, один-два раза, конечно же, могу заплатить, если будет ошибка, но все-таки когда-то это начнет давить уже на мозги. Так, отлично, я давайте бафну еще раз. Я здесь и в общем играю лекарем. Мне это нравится, я это знаю, я себя чувствую комфортно. Я пытался танком играть, но мне это давит. Я не знаю, у меня есть друг хороший, он играет постоянно танком, ему это нормально, ему все равно. Я попытался играть танком, мне это слишком, уж слишком стрёмно. Так что у меня есть и шаманы, и друид, и вот сейчас вот я себе купил этот Эдуон Дренор, предзаказал, получил быстрый левелап на моего приста, которого я никогда не мог, никогда никак не мог почему-то поднять до 90 уровня. Здесь мне его приподняли. Нормально, можно, можно играть. Я им сейчас потихоньку, потихоньку пытаюсь научиться играть прилично. Так, это я в танка, нет, это не в танках, хотя... Нет, это я в танка выстрелил, хорошо. Это... это не я. Так, что еще? Для тех, для новичков, которые не понимают, что здесь происходит, и вообще, что это за видео. По идее, это уже очень высокий уровень игры в World of Warcraft, то есть это максимальный уровень героя, это героические не рейды, но паги, а то есть это паблик групп, это подземелье. Это веселая вещь, это как семечки, они даже попроще, скажем так, чем простые подземелья, потому что в героических подземельях люди уже знают, что делать. Когда, как в простых подземельях, очень много товарищей, новичков, которые не понимают, что иногда нужно делать, и это... Это веселее, да, намного-намного веселее. Здесь это уже все. Мы пробегаем, пробегаем, пробегаем. Так, здесь мне, по идее, нужно собрать эти книжки. У меня просто, по идее, это задание, которое делается стандартно. Ну, так как у меня герой... Так, тихо, я что-то не понял. Где мы все? Почему мы растянулись по всему коридору, почему я не всех вижу? Товарищи, забегите, а то это все закончится очень-очень плохо. Давайте я попытаюсь всех подтянуть немножко божественным гимном, который АОЕ лечение дает. Но, кетч, кетч, ты где? Кетч, кетч, кетч. Подбегай, товарищи, тебя сейчас не буду ловить. Потому что у меня тут группа основная бегает. Хорошо, давайте в танк выстрелим этой штукой. А, вот он, кетч подбежал. Хорошо, на него ход. Не знаю, стоит ли это делать, потому что, знаете, я не такой уж профессионал, при том, я давным-давно не играл в World of Warcraft. Но, может быть, объяснить некоторые вещи. Вот этот вот кубик, с которым я сейчас разговариваю больше всего, это хиллбот. Это эдон для World of Warcraft, без которого лечить, я не знаю, как без него лечить. Это, может быть, это волшебники без него лечат, но, как бы, без хиллбота никуда, потому что он нам сразу же показывает группу, он нам сразу же показывает, чем у нас болеют наши друзья, как у них со здоровьем, что на них, какое, скажем так, выздоровление на них мы уже положили. За всем этим намного легче следить, чем вот здесь вот, в левом верхнем углу сейчас. Щелкать по ним, это намного лучше. При том, что хиллбот нам разрешает привязать к отдельным кнопкам разные заклинания, поэтому я, считайте, все делаю мышкой. Так, давайте сейчас... О, черт, у меня... АОЕ, АОЕ, АОЕ. Еще одно АОЕ. Черт, АОЕ нормально не врубилось. Так, давайте поставим колодец. Пускай колодец будет. Опаньки, вот. Хорошо, потихоньку. Давайте быстрень исцелением дадим. Хорошо, тихо, медленно. Еще раз АОЕ. И так, где мой танк, которому нужно бросить эту штуку, которая будет туда-сюда футболить лечение. Давайте защиту, давайте щит, давайте так, давайте так сделаем. Хорошо, отлично. Давайте отойдем немножко. А, у меня закончилась мана. Ну, бывает. Давайте напиток шарахнем. Ничего, не страшно. Так, отлично, отличились. Ритуально-капюшонная... У меня, да, у меня, по идее, экипировка вся стандартная. Лучше, чем все остальное. Так, давайте я немножко восстанавливаю манну. Что еще вам рассказать, что еще? Куда делась музыка, я, честно говоря, не знаю. Это секрет, который откроется намного позже, скорее всего. Так. Куда делась музыка? О, господи. И тут он... А, знаете что? Может быть, я на какую-то комбинацию кнопок нажал, и, может быть, оно выключило звук. Бывает, такое бывает. Я знаю за собой, за собой это такое наблюдал. Бывало такое раньше. Хорошо, давайте будем всех поддерживать. Ну и что? Может быть, немножко о судьбе лекаря поговорить, потому что это, по идее, оно и ответственное, но, с другой стороны, можно как бы стоять сзади. И пока группа не умирает, обо мне даже никто не помнит. Ну, не умирает никто. Ну, хорошо. Никто не умирает. Обычно орут или на танка, который что-то не так сделал, или на дэмэдж-дилеров, которые недостаточно урона наносят. Хиллер виноват только тогда, когда это... Когда все уже закончилось. И это обычно можно еще спихнуть. А это танк. Дэмэдж-дилеры. В общем, хиллер, это тот, который стоит сзади, за всем наблюдает. Это очень даже мило. Но, как бы... Да. Так, тихо. Нет. Звуковые эффекты. Я 100% включил какой-то комбинацией кнопок. Так, ну ничего. Бывает, бывает, бывает. Что, 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 что еще сказать? Хиллботер сказал. Правильное передвижение. То есть самое важное у хиллера это оставаться в живых. Пока я жив, я могу лечить. Пока я жив, я могу действовать как-то. И как-то что-то сделать. Правильно или неправильно. Неважно, что самое главное. Рэкмэк. Где-то наш рэкмэк. Получай. Хорошо. И теперь... Он потянул себя агро. Неудачно потянул себя агро. Рэкмэк. Ну что ж, будем его восстанавливать. Пускай встает парень. Жезл некроманта. Которая, конечно же, мила. Но у меня палочка намного лучше. Но я все равно по рэндому получил. Хорошо. Так. Рэкмэк встает. Давайте еще залусим какую-нибудь штуку. Вкусную. Ну. Пара золота. Так. Рэкмэк здесь. Поехали. Они потянули. Хорошо. Давайте бросим. В общем, управление. По идее, если привыкнуть. Если хорошо настроить клавиатуру и мышку. То управление очень-очень простое. По идее, очень много заклинаний. У меня мышка. На нее 9 заклинаний я положил. То есть, 3 кнопки, 3 заклинания. Все остальное. Это как бы. Это уже здесь 1, 2, 3, 4, 5. И отдельные вещи можно. Например, как D-Curse. Такой большой Aoe D-Curse. Быстро что-то. Не. Не важно. Это можно просто отдельные кнопочки понажимать уже. Это не так важно. Это заклинания те, которые и вправду нужно в бою использовать. Они у меня на 1, 2, 3 и на мышке. Так. Вот, например, это троечка. Это у меня Aoe. Это зона лечения, которую я так и не поставил. Почему-то. Почему-то она не стала. Может быть, я раньше дернулся. На двойке у меня очень веселое заклинание, которое... Мы стреляем его, например, в танка. Как только танк получает урон, ему лечат этот урон. И он отдает это заклинание кому-то другому. То есть, когда все в группе получают урон, то это заклинание просто прыгает между людьми туда-сюда. И очень-очень прикольно лечит. Первое, это единичка. По идее, можно бросить сюда. Это уже так. Это вещь, которая автоматически лечит. Это колодец лечения. По идее, если вы играете в Hearthstone, то вы многое знаете и многое видели. То есть, это жрец. Это колодец лечения, который 0,5. Который рандомно лечит. Здесь он не рандомно лечит. Здесь он лечит тех, у кого меньше 50% здоровья. И которые находятся более-менее рядом с ним. Так что, это полезная-полезная штучка. Что еще? Что еще? Я надеюсь, они убьют ее до того, как она нас разбросит по комнатам. Мне очень неприятно, когда меня по комнатам разбрасывают. Так. Хорошо. Есть. Отлично. Поп. Поп. Как раз классное заклинание. Оно выглядит классно. Так что это у нас такое? Кольчуга? Мя. Эм. Тут можно было бы в данжине остаться, конечно же, посмотреть, где эти книжки лежат, побегать. Но это 10 золота, господи, боже мой. Одним дыханием 10 золота уже зарабатывается на этом уровне. Так что, Рэкмэк, ты зря. Ты, парень, я тебя перестану лечить. Есть такие дэмэдж-дилеры, которые тянут на себя слишком много агро, не дают танку работать. И так, мээ. Рэкмэк, ну, что поделать. Манна на тебя-то, если ты не учишься. Когда один раз произошло, бывает, бывает. Когда это постоянно замечаешь. Потому что замечаешь, кого приходится лечить больше всего. По идее, идеал, это я лечу танка, все остальные не получают урона принципиально, вообще. И все отлично, все идеально. Но таких идеалов как бы не бывает, потому что у всех ошибки. И я допускаю ошибки, и все остальные тоже допускают ошибки. Идеала нету. Есть люди, которые упорно дебилизмом занимаются. Это да, это как бы, тут уже ничего не поделаешь. Так, Рэкмэк, я тебя заметил. Это всегда плохо. Это всегда плохо, когда вас хиллер заметил. Я не знаю, не знаю, не знаю. Не буду лечить. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А, вот этот босс, который нас будет по комнатам разбрасывать. Я уже забыл. Так, хорошо, давайте тогда, что у нас колодец не стоит, по идее. Пока что он нам урона не наносит. Вот, было бы приятно, если бы вы его, опять же, быстренько-быстренько убрали. Так, давайте с него уберем. Как раз дикерс. Очень важная вещь. Дикерс был раньше отдельным. Эдом, тут маленькие такие коробочки были. Сейчас этот дикерсинг можно делать на хиллботе. Это одно из девяти заклинаний, которые я поставил себе на мышку. Чтобы можно было следить за людьми, которые, чтобы они не получали дополнительного урона. Или у них были ограниченные действия. Вот, например, видите, рэкмак. Давайте его дикерсим. Не красите. Хорошо. Так, давайте. Везде по... Щелкнем на кнопочку. Ой, я получил пояс опепеления. Хорошо. Все. Так, давайте я пойду. Я там какие-то задания выполнил. Да, фолианты нужно еще побегать. 10, 29, 10, 61. Давайте возьмем. Я их все равно не буду одевать. Я их буду продавать. Потому что это выгодно намного. Это очень-очень выгодно. И все. То есть, вот я пробежался. Как бы вы посмотрели то, что я умею пользоваться хиллботом. Ура. Слава тебе, господи. Хиллер умеет пользоваться хиллботом. Еще раз. Я ищу людей, с которыми я могу уже сейчас, например, побегать по старости. Рейдам. Побегать по этим рейдам. Расслабленно. А потом записывать Дрейнор. Опять же. Без всяких там напряженностей. Ну, просто чтобы было весело. Мне интересно играть в World of Warcraft. Мне интересно было бы записать World of Draenor. Я ищу для этого гильдию хорошую. Пожалуйста, пишите, отзывайтесь. Или в личку на ютубе. Или на летсплей по-русски собака. Gmail.com Или hotmail.com Я и там, и там смотрю почту. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.